Это радость со слезами на глазах. Под песню «День Победы» неизменно плачут все, кто когда-либо ее слышал. Чего уж говорить от тех, кто видел смерть и войну своими глазами. Жители дома по адресу Политехническая, 30, много лет гордятся соседством с участником Великой Отечественной войны Владимиром Евменовичем Ковалевым. Семь лет он служил в Краснознаменной Амурской флотилии и воевал с Японией. Семь лет отдал воде. Поэтому песню «День Победы» в его сердце теснит композиция о море «Вечер на рейде». Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой бегнет за гормой знакомый платок голубой. Корабль, в котором я находился, это особый корабль. Называется он «Эпром». Это экспедиция подводных работ особого назначения. Поэтому я считаю, что вот такая песня, она заслуживает, потому что я много прослужил. Все-таки семь лет – это значительно все. Ты же выжил, солдат, хоть в то раз умирал. Хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Песню Владимира Мевули под балконами Благовещенки Клары Вересоцкой исполняют по ее же заказу. В войну она встретила 16-летней девушкой и сама не раз была в шаге от смерти. Солист Алексей Н. Гонзоров признался, эту, да и все военные композиции, петь сложнее всего. До таких песен нужно дорасти, эмоционально дорасти, дорасти, может быть, возрастом. И поэтому, конечно, сейчас вот в силу своего возраста, своих возможностей, я как могу передаю сейчас эту песню. Почти все жители района высыпали на балконы и подпевали трогательные композиции. И некоторые не удержались и вышли на улицу, чтобы снять происходящее на камеру телефона. Мой брат находится не в нашей стране, а находится в стране Израиля. Уже очень долгое время там живет. И тот город, который называется Маалот, у них очень много ветеранов тоже в живых. Поэтому мне хотелось снять ему на камеру, показать, что у нас до сих пор. И чтобы они тоже брали пример и делали такие же мероприятия в их стране. Песни под балконами 26 участников Великой Отечественной войны в Благовещенске исполняют 9 мая ровно в полдень. Присоединиться к акции зовут всех. Главное – не покидать квартиры. Достаточно надеть георгиевскую ленточку, выйти на балкон или открыть окно. Кристина Слепцова, Денис Лугов, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова